Личность человека, чьи останки сине-желтым браслетом на руке были найдены среди сотен других в лесу под Изюмом, установлена. Это Сергей Сова, боец 93-й бригады «Холодный яр». Сергею было 36 лет. Жена Оксана узнала его по татуировкам и тому самому браслету. Его подарили отцу дети еще в 2014 году. Тогда он начал службу в Вооруженных силах Украины. И с тех пор браслет не снимал. Последний раз Сергей Сова выходил на связь 19 апреля. Пять месяцев Оксана пыталась найти хоть какую-то информацию о своем супруге. Он считался пропавшим без вести. И только когда началась эксгумация в Изюме, она смогла опознать тело. У бойца осталось двое детей – Элина и Марат. Старший сын обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть тело отца домой в Никополь как можно скорее. Семья хочет достойно похоронить военного. Соответствующее обращение Марат зарегистрировал на сайте Офиса президента. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что в Изюме очень много тел со следами насильственной смерти. Это и сломанные ребра, и поломанные головы мужчины со связанными руками, переломами челюстей, с отрезанными гениталиями. С места захоронения в Изюме на данный момент эксгумировали 146 тел. Напомним, после того, как ВСУ практически полностью отбили Харьковскую область, в лесу под Изюмом было обнаружено массовое захоронение с 450 могилами. И это только один населенный пункт в Харьковской области. После отступления российской армии украинские власти установили контроль и провели зачистку 118 населенных пунктов, а в 12 еще продолжается зачистка. Есть ли там массовые захоронения и следы военных преступлений россиян, пока неизвестно. В Изюме же эксгумация продлится еще почти две недели. Службы имеют информацию о новых захоронениях, их ищут, рассказал украинским СМИ мэр города Валерий Марченко. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш YouTube-канал и Telegram-каналы, чтобы первыми узнавать правду.